Они готовили это несколько лет, и вот в ночь с 31 декабря на 1 января 1936 года коммунисты пробрались в Германию и свергли режим Кайзера. Наступила Красная Эпоха Новой Германии. Народ и вся страна оказалась в руках французов и их союзников-британцев. Французское правительство предлагало несколько интересных вариантов раздела Германии, но чтобы уж сильно не будоражить народ, который они освободили от гнета Кайзера, они решили сделать Новый Германский Союз. Ну и да, они поставили меня править данной Новой Германией, ведь это единственная причина, по которой я здесь. В итоге мы с вами становимся лидерами новой оккупированной Германии, где у власти синдикализм и свое неплохое достаточно древо фокусов, где можно провести к власти даже Тельмана. Ну а мы с вами изберем достаточно неплохой и интересный путь правой ветки, где вы, думаю, заметите несколько таких интересных отсылочек, а также одну личность, которая скоро станет нашей с вами марионеткой и позволит привести Германию вновь к величию. Ну а стартуем мы с достаточно неплохой промышленностью в 46 фабрик, 15 военных заводов и верфей, даже дали стартовую армию в 20 дивизий, это каски под 18 ширины. У нас нет никаких национальных духов и погнали. Окупационное правительство. Германской империи больше нет, и на данный момент создана наша оккупационная администрация для обеспечения гражданского порядка в Германии. Однако это может быть только временное решение, иначе мы столкнемся с серьезным сопротивлением населения. То есть нам надо спросить у народа, кого же они хотят видеть правителем. И да, генералитета у нас пока с вами нет. Все, кто раньше служил к кайзеру, либо сбежали, либо были пойманы и посажены. И вот у нас ивент с оккупацией. Теперь, когда мы имеем полный контроль над Германией, мы должны найти для нее путь в будущее. Но проблема в том, что подпольные организации у нас хоть и были, но не было официальных синдикалистских или социалистических организаций, и мы не можем просто передать всю власть профсоюзу рабочих. В итоге французская, британская, итальянская делегация решила призвать немцев сформировать профсоюзы для будущего конгресса германских профсоюзов. Проще говоря, объединиться в несколько групп, из которых уже народ и выберет ту, которая будет дальше править. И судя по дальнейшим фокусам, это будет четыре группы. А уже выбор их зависит полностью от нас с вами. И тут у нас есть ряд уникальных ивентов, а один из них это раскол фаут, из которых ушел Эрнст Тельман, забрав значительную часть централистских членов. То есть, проще говоря, Тельман раньше был вместе с фаут, а потом хопа и разделился. А связано это с тем, что члены фаут называют Тельмана большевиком, марксистом и предателем свободы. За его централизованную позицию в правительстве и экономике. Вот так вот они были лучше лошадью в гонке, а в итоге раскол, раскол и раскол. А следом Вильгельм Пик призывает к марксизму-ленинизму. Ленин потерпел неудачу в России, а Пик потерпит неудачи здесь. А кто знает, кто знает, если мы захотим, то мы сможем и его сделать главой государства, вести пятилетки в Германии, брутализм и народную республику. И вот она, наша с вами маленькая лошадка, гипнотическое очарование маленького человека. Этот ивент посвящен Йозефу Геббельсу, который был бывшим сторонником марксизма. И у нас спрашивают, это шутка? Нет, это не шутка. Это весьма своеобразный путь новой Германии. А следом и тревожные новости. О том, что Йозеф Геббельс действительно сумел склонить людей к своему делу и организовал свою собственную партию, национал-марксистскую партию, как он ее называет, которая является более или менее немецкой версией французского национал-синдикализма, у которого есть одно большое отличие. Его идеология даже не призывает к прекращению капитализма. Вместо этого он предпочитает частично национализированную социальную корпоративную экономику, что многие уже считают предательством революции. Он даже открыто бросает вызов нашей монополии на власть, создавая свое собственное ополчение, которое многие называют бифштексами, из-за того, что они носят коричневую форму с красными рубашками. Позвольте ему участвовать в выборах, если он держит своих людей на привязи. Да, можно здесь прекратить его дело и вообще прикрыть этот путь, но мы оставим этот шанс. И да начнется важный день для Германии. Первый конгресс германских профсоюзов. И вот результат первого конгресса германских профсоюзов, где нам сообщают о разных лошадях, участвующих в этой гонке. Но, как вы понимаете, выбор уже предрешен. Геббельс, победа, НМДВП. Мы теперь с вами новая Германия. Германская, национальная, рабочая, государство. Франкофоб. Бонус к атаке против Франции. И бонус к атаке против Волонии. В том, я как вижу, нам дважды дают бонус к атаке против... А, и коммуны, и республики. Ух, то есть он и тех, и тех боится. Ну и, собственно, здесь у нас предыстория нашего нового улыбающегося лидера. Он стал головой правительства. Здесь у нас министр внешней политики, министр экономики и министр внутренних дел. А следом, наше новое уникальное древо. Правда, есть проблема, у нас теперь восстанавливающаяся экономика, которая дает огромнейшие дебафы ко всему. Но ничего не поделаешь, погнали. Проводгласить победу над иудея капитализмом. С охватом нашей власти в Германии мы, наконец, победили иудея капиталистов. А, и да, мы, кстати, покинули альянс Франции и Британии. Ибо они какие-то там синдикалисты, а мы ушли в свой тотализм. Хотя, почти сразу же следом и Британия по нашему пути пошла, тоже тоталисты у власти. И мы тут хотим того или нет. Должны съездить на третий интернационал, иначе нам просто подрежут стабильность. Вроде бы народ не должен быть особо доволен французами, но все же нам надо собираться. Посмотрим, какие у них планы, может быть, хотят в нас торгаться. А мы к этому даже и не готовы. И посмотрите сюда, да, в ночь, погром магазинов, набеги. На самом деле не потеря, не так ли? Но минус 10 стабки нам все-таки за это дают. Но ничего не поделаешь, это необходимый шаг для того, чтобы сделать Германию великой. А следом давайте национальный корпоративизм. Мы с вами получим увеличение ресурсов, ежемесячный просто население, базовую эффективность производства, уменьшение штрафа за нехватку ресурсов, надбавку к лимиту дивизий. Еще и скорость строительства плюс 30%. Не, ну это реально новая мощная экономика, которая позволит Германии воспрять духом. Следом я продолжу работать над экономикой, и мы проведем национализацию ресурсов, дабы укрепить нашу страну и двинуться дальше к национальной службе труда, где мы получим еще больше эффективности производства и к аграрным субсидиям, дабы создать национальный союз фермеров и дать субсидии нашим фермерам. Ведь фермеры это наша основа, которая кормит все наше государство. И вам, наверное, интересно, что творится в Российской Республике, а там власть Бухарин, да, бывший большевик, который ушел в социал-демократию. После всего этого мы можем наконец-то взять национал-социалистическую рыночную экономику, где все будут работать рука об руку и тем самым обеспечат полную лояльность. Мы получаем закрытую экономику, у нас убирается идея восстанавливающаяся экономика, и мы получаем еще больше бонусов на нашу экономическую модель. В итоге давайте полюбуемся теми бонусами, которые у нас есть. 20% ресурсов, база эффективности производства больше на 25%, скорость строительства выше, бесплатный ремонт, максимальная эффективность выше, да еще и максимум фабрик в регионе и прирост населения. Боритесь с классовой борьбой с помощью классового сотрудничества. Вот такие вот идеи выдвигает наш с вами лидер. Ну и чтобы улучшить окончательную экономику, давайте еще возьмем технократическое влияние. Получим еще больше бонусов на промышленность, а также дополнительную ячейку исследований. Прекрасно, теперь у нас есть технократическое влияние, которое просто бустит каждую неделю. Стабильность, то есть рано или поздно у нас будет 100% стабильность, что меня весьма радует. Ну и давайте немножко остановимся на развитии промышленности, хотел бы сказать я, но нет. Мы добьем ее до конца, возьмем органический рост, получим много фабрик и военных заводов, а потом и новую тяжелую промышленность. И тотализм есть еще в одной небольшой стране, в Грузии. Здесь у власти Сталин, который пытается сделать Грузию великой. Ну и тут под финалочку развития нашей промышленности МСП, Министерство специальных проектов, которое привлечет наши самые блестящие умы. Да, неплохие бонусы на исследования, но самое приятное просто общий бонус на исследования плюс 15%. Так еще и две ячейки для исследований. И это в марте 37-го года. Гиббельс прям жжет. Но, пожалуй, пока нам хватит экономики и так уже получили очень хороший буст, давайте пойдем по развитию политики. И первое это у нас Фолькс Штурм. Ну и, конечно же, радость. Семь ячеек исследований, и это с учетом того, что доктрины исследовать теперь не надо. Чуется, скоро будут все корабли у нас с вами исследованы. Дальше здесь заманчиво выглядит сформировать Штази. Мы получим хорошую контрразведку и в целом станем вполне себе неплохими на шпионской арене. Ибо Штази теперь будет не только противодействовать иностранному шпионажу и сбору разведданных, но и постоянно наблюдать за каждым иностранцем внутри Германии, а также за каждым из наших граждан внутри и за пределами Германии. Просто тотальная слежка за всеми. Штази готов, а теперь давайте основать ССНМ. Чтобы обеспечить национальное выживание сейчас и в будущем, нам нужны лучшие немцы. Немцы, воспитанные в несгодах и дисциплины. Именно по этой причине мы объявим незаконно все молодежные организации и заменим их одной государственной молодежной организацией, которая воспитает нам, как я вижу, элиту нашей будущей державы. И мне прямо интересно посмотреть, что же за следующий фокус. Почва и кровь. Но перед этим давайте национализируем УФА, получим стапку и ежедневный прирост политической власти. У нас открылась с вами почва и кровь, и обещались какие-то уникальные решения. Да, призывает к прямой связи между землей и людьми, которые жили на ней или жили там в прошлом. Это вне претензий, это также долг. Долг перед природой и защитой гармонического единства, который люди должны формировать со своей прародиной. Создать Министерство общественного здравоохранения мы получаем стабильность в неделю за ежемесячный прирост населения минус. Дальше мы можем запретить табак. Это нам в противовес уменьшит стабильность, но повысит прирост населения, так что мы нивелируем и даже улучшим первую ситуацию. Дальше у нас законы об охране окружающей среды, что усилит армию, уменьшит количество разведданных для врагов и также стабильность прирост увеличит. Основные права животных, первый пес в Германии у нас с вами будет, ну и обязательный вид спорта. Больше народа, больше стабки и военно обязанное население. На самом деле, так-то неплохие инициативы, которые позволят нашему народу идти в светлое будущее. Ну а пока мы копим на это политку, давайте. Гляйшальтунг. Или, может быть, немножко иначе, поправьте меня в комментах. Координация, которая свяжет все части и аспекты гражданской жизни и общества с партией, ее делом и самим Геббельсом. В Германии не останется ничего нетронутого нами. Тоталисты изменя популярности 10%. Подготовка завершена, теперь мы с вами можем сделать слава фольксфюреру. Йозеф Геббельс принял титул, что означает вождь народа. Некоторым это может показаться тривиальным, но это явная демонстрация его собственной политической власти. Ежедневный проспалит власти плюс 0.25, стабильность и поддержка войны плюсов. Ну и, собственно говоря, новое событие. Погнали! И пока у нас тут лидер приходит окончательно к власти, давайте! Основные права животных. Неплохо так подойдет первый пес Германии и наш новый глава почти одновременно. И вот он, Ивент. Их, к сожалению, ну нет, ну зачем вы сменили столь прекрасный портрет? Он, конечно, у нас теперь и вождь народа, но как-то не знаю. До этого он смотрелся намного веселее. Ну что ж, он говорит нам, что демократия это всегда была игрой для дураков. Ну что ж, слава Германиям! Да здравствует Геббельс! Хочется сказать, здесь да здравствует Гидра, но да ладно. Мы, надеюсь, лучшая организация, чем они. Кстати, следом, да, давайте возьмем германский трудовой фронт. Еще больше бонусов промышленности. А тут, смотрите, первый пес в Германии. После подписания указа о гарантиях основных прав животных в офисе, прошла небольшая вечеринка воспоставленных членов. Ближе к концу вечеринки подарили красивую собаку, которую сразу же принял ее как нового члена семьи, назав ее Сюзи. Все любят Сюзя. Видите, он из какой добрый и хороший лидер даже пса завел. Основные права животных. Больше ставки, больше просто полит власти. А тут у нас синтетическая волна. Новые средства для массового влияния. Ну и что ж, свидетельство о превосходстве Германии. Получаем синтетическую музыку из Дневной Превоспалит Власти. Сформировали мы с вами германский трудовой фронт. И это новый день для юнионизма в Германии. На самом деле, опять же, неплохие бонусы, в том числе на прирост стабильности. А так везде по одному процентику. Но мы на этом, конечно же, не остановимся. И будем теперь развивать гидроэнергетику. Нам дадут уникальные решения. А также нам тут добавили и решение Германского трудового фронта. Народный автомобиль. Народный радиоприемник. Сила через радость. Красота труда. И народный товарищ. Везде такие небольшие, вроде бы слабенькие бонусы, но все вместе они выльются. Весьма хорошие вещи. Давайте начнем с КДФ Volkswagen. Получим скорость дивизий. И уменьшим фабрики на народные нужды. Давайте заценим решения в гидроэнергетика. Это плотина майна во франконе, фабрика и инфраструктуру. И плотина вупера, также фабрика и инфраструктуру. Всего-навсего два пока проекта, но, наверное, в будущем их станет побольше. А следом давайте. Сеть автобанов. Везде добавим две единицы уровня инфраструктуры. Тем самым будет больше снабжения и лучше жизнь обычного народа. Футарк. Геббель заявил, что латинский алфавит из-за его иностранного происхождения будет постепенно вытеснен германским футарком. Все граждане будут обязаны изучать футаркскую письменность, поскольку через два года латинский алфавит будет запрещен для официальных документов и школ. Возврат к старому. Эффективность зарубежной подрывной деятельности минус 10% и шифрование плюс 30%. Ну да, боюсь, тут не только шпионы вражеские, но и сам народ не особо-то поймет, как теперь общаться. Ну а это не наша с вами проблема. У нас есть самая важная немецкая социалистическая архитектура. Не хотите еще больше бонусов на застройку? В апреле 38-го года создание Volkswagen. Настоящее чудо немецкой инженерии в руках народа. Кстати, у нас 2,5 единицы политвласти каждый день, что нам позволяет неплохо так прожимать решения. А уж все мячей к исследованию, так это вообще жирненько. Мы идем просто впереди всех в науке. И давайте оценим наши успехи. Почти везде за народом следят радиовышки. Со временем вся страна будет покрыта их сетью. Также у нас хорошая контрразведка и ведется собственная разведка в странах соседей. В частности, уделяем большое внимание России. Улучшили свою экономику уже 40 военных заводов и 59 фабрик. Кроме того, приятные бонусы на строительство и активная застройка, раскачанное агентство и, конечно же, большой шаг в науке. И все лучшие умы нашей страны, а также сбежавшие из других стран, продолжают работать на благо нашей Родины. Ну и дальше у нас с вами здесь приятные фокусы, которые дают неплохие бонусы и, наконец-таки, возрождение Германии, на котором наша история не закончится, а мы перейдем к вами сюда. Вернуться на мировую арену и создать Штальпакт. А дальше по фокусу мы сможем отомстить французам, двинуться в колонии и начать расширять Германию. Так что впереди у нас еще славное и интересное будущее. Так что, если вы хотите увидеть его на своих экранах, то поддерживайте данный ролик своим лайком и комментом. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Иначе, если вы этого не сделаете, то Геббельс придет к вам в ваших страшных ночных кошмарах. Всем до скорых встреч в новых видео.